Кануть в лету или, проще говоря, уйти под воду на снегоходе. Сегодня эта машина уже не игрушка. Чтобы сесть за руль снегохода, нужны права, регистрация и техосмотр. Так, срок технического осмотра у нас с вами заканчивается. Рейд по снегоходам ежегодный. Уже 20 лет сотрудники Гостехнадзора внимательны к любителям экстремального вождения. Если в начале нулевых на учете в Алтайском крае стояло 20 машин, то сегодня уже более 3000. Хотя незарегистрированных снегоходов может быть не меньше. Особых нарушений не выявлено. Единственное, у одного из владельцев заканчивается срок прохождения технического осмотра. Мы с ним определились по оказанию государственной услуги, определили место и время проведения технического осмотра. То есть данный владелец в ближайшее время технический осмотр пройдет. Но есть и те, кто противится закону. В этом году заведено 4 уголовных дела. За руль водители снегоходов садились либо пьяными, либо без водительского удостоверения. В итоге из 4 нарушителей, один в коме, трое скончались. С одним из водителей был пассажир, который тоже умер на месте. Снегоход мне нужен был для работы. С чем пришлось столкнуться? Тяжело было оформлять документы? Документы нет. Все просто и легко. Купил, пришел и сразу все оформил. С момента покупки у владельца есть 10 дней на регистрацию. Иначе штраф от полутора до десяти тысяч рублей. Своевременное оформление документов позволит не только избежать штрафа, но и спасет снегоход от угона, а диких животных – от браконьеров. Цель вашей поездки – туристическая, развлекательная. Поэтому мы рекомендуем вам с Евгением Викторовичем выбрать другой маршрут. На этот раз проверку гостехнадзора совместили с рейдом МЧС. Погода этой зимой то минус, то плюс. Поэтому лед на реке не окреп. И для водителя это одна большая яма. Где провалишься – на льду или во время проверки – неясно. Артем Гусельников, Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.